Опять снимаю с телефона для того, чтобы быстрее грузилось, поскольку я сейчас снимаю и показываю то, что давно просили, естественно. И если есть такая необходимость, потребность, естественно, стараюсь, чтобы быстрее загрузилось, чтобы моя просьба, то есть ваша просьба была удовлетворена. Итак, покупка, продажа жилья, покупка, продажа вещей и прочее – это повседневная забота каждого человека. Естественно, нужны заговоры, которые помогут вам меньше отдавать и больше выгоды получать. Поскольку в наше время очень много людей хотят продать жилье, хотят продать машины и прочее имущество, им нужно быстро продать, им нужно выгодно продать, чтобы было много клиентов, много отзывов, чтобы у них был выбор среди этих людей, выбрать, кому продавать свое жилье. Но в то же самое время для покупки жилья, когда вы будете искать по газетам, когда вы будете искать по объявлениям, либо интересоваться, прочитав этот заговор, вы уже нацелитесь, нацелите эти силы на то, чтобы они вам помогли найти то, что надо, чтобы вам было выгодно и чтобы жилье, либо машина, либо иное имущество пошло впрок, чтобы вас не обманули, то есть, скажем так, чтобы был смысл вашей покупки. Друзья мои, то, что я давала вам попросить дом у хозяина города, да, или стража города, я уже объясняла в том ролике, между прочим, очень рабочие. И я еще раз повторяю, что лучше, чтобы проводили практики, потому что у вас сил может не хватить. Поэтому, если есть определенные ритуалы, которые простому человеку не стоит проводить, я, конечно, это говорю. Кто слушает, кто прислушивается, то прекрасно. Кто нет, пусть пеняет на себя. Так вот, людям, которым я провела на покупку дома, уже практически одни купили, несколько человек на пороге уже к своей мечте. Поэтому о покупке дома таким образом я, говорю, сейчас опять не буду. Можете открыть, посмотреть тот ролик. Сейчас я буду говорить, как людям, которые занимаются продажами или принимают заказы, да, провести определенные ритуалы. Там даже не ритуалы, а заговоры прочитать просто для того, чтобы день начался с хорошей торговли, например. Ну, вот, например, если вы открыли свой магазин или свою лавочку, если вы даже дома изготавливаете какие-то вещи, да, определенные, если у вас работа на дому, вы можете прочитать утром у себя дома или в магазине, где вы продаете, прежде чем открыть магазин. И у вас целый день будут ходить люди, даже если им что, ну, ничего там не надо особо, ноги будут нести в ваш магазин и что-нибудь-то купят. Нужно купить серый мак, кондитерский мак. Естественно, этого мака полно. Вообще на мак очень много заговоров всяких. Вот это мой заговор на мак, который не хуже, а может быть, в каком-то смысле лучше других заговоров работает. Вы знаете, как они работают. Так что мне, говорит, незачем зацикливаться на этом в том числе, да? Итак, прочитайте нам мак, а после посыпьте этот мак возле магазина или внутри магазина, или прям возле порога. Если вы дома работаете, то посыпьте это дома возле порога. Но горстку мака немножко так возьмите, не очень много, чтобы особо не было видно в любом случае. Рассыпьте по полу. Читаем так. Читать нужно семь раз. Итак, мак, царица средь цветов. Твои семена не сосчитать. Как не сосчитать твои семена, так не сосчитать моих покупателей. Мак посыпаю, народ созываю, казну свою наполняю. Деньги мне в карман, сказано, сделано. Еще раз. Мак, царица средь цветов. Твои семена не сосчитать. Как не сосчитать твои семена, так не сосчитать моих покупателей. Мак посыпаю, народ созываю, казну свою наполняю. Деньги мне в карман, сказано, сделано. Это на покупателей, на клиентов. Не важно, чем вы торгуете, что вы делаете. Абсолютно не важно. Если вы открываете магазин или, опять же, если вы на дому работаете, у вас дома работа связана с клиентской базой, с покупками, с заказами, неважно, купите специальный колокольчик. Какой-нибудь колокольчик, без разницы, из чего он будет, керамический он будет или обычный. Ну, лучше, конечно, из металла, потому что он звенит лучше. Три раза стучите по столу, где у вас рабочее место. Даже если вы менеджер по недвижимости, понимаете, это точно такое же привлечение клиентской базы. Или вы дома там делаете торты, изготавливаете, или свадебные какие-то там атрибуты, неважно. Три раза стучите по столу, извините, некоторое время, ну, пару секунд, так вот, ну, раз пятнадцать, пусть зазвенит колокольчик. И говорите. Еще раз. Звоню, звоню, как тот звонарь народу будил, так я б уезжу денежный дух. Дух денег встань, народ созывай. Истинно. Опять же, три-семь раз. Посмотрите, что потом будет весь день. Некогда будет присесть. Когда дом ищите, хотите купить такой дом, чтобы вам было выгодно, чтобы вас не смогли обмануть, вы как бы изначально даете такой, как вам сказать, создаете уже такую программу, чтобы у вас получилось то, что вы хотите. Итак, на дом. Прежде чем искать дом, читайте, или объявление будьте смотреть, или вы поедете дом смотреть, искать, или вы еще не знаете, с чего начать, просто говорите. Начитывайте это девять раз. Можете открыть окно, стоять, вот, причем эти все заговоры не имеют значения, когда вы будете делать, днем, ночью, на какой луне, никакой разницы. Я ищу себе дом, моя хата и палата, духи силы вселенские, помогите, чтоб поменьше дать, да побольше взять, как сказано, так и будет. Еще раз. Я ищу себе дом, моя хата и палата, духи вселенские, помогите, чтоб поменьше дать, да побольше взять, как сказано, так и будет. А теперь еще один заговор, но он очень хороший, в принципе, не заговор, только ритуал. Покупаем черный изюм, готовим 13 медных монет, лучше десятки. Ну, получится у вас 130 рублей, да? Уносим на перекресток лучше вечером. Поскольку на перекрестке у вас нет времени особо долго стоять и разговаривать, то, естественно, вам нужен заговор, который быстро можно произнести. Изюм можете просто посыпать туда горсткой, изюм, на перекресток. Посыпьте 13 монет. Стойте и скажите. 13 бисенят, по миру идите, клиентов мне найдите, ко мне приведите со всех сторон света. Мне имущество нужно продать, да исполнится. Еще раз. 13 бисенят, по миру идите, клиентов ко мне приведите. Со всех сторон света мне имущество нужно продать, да исполнится. Когда вы продадите то, что хотите, скажем, квартиру, землю, машину, не имеет значения, что вы хотите продать. После того, как продадите, придите туда, опять посыпьте горстку изюма, опять 13 монет, но на сей раз повернитесь левой рукой через левое плечо киньте на перекресток и скажите, откупаюсь и уходите. Откупиться обязательно нужно, поскольку они вам помогли, они вам помогут. Попробуйте заговоры. Я вам давала много денежных ритуалов и заговоров в том числе. Но вот это вот конкретно на купле-продаже для людей, которые занимаются коммерцией, которые занимаются определенными, там, скажем, работами с недвижимостью связанными, все что угодно, которые получают свои комиссии от продаж и прочее. Им нужна клиентская база, вот так и наработайте их. Чем чаще вы будете их делать, тем сильнее приучите свою энергию к денежной энергии. Естественно, будут получать сильнее, как всегда. Удачи!